Всем привет! Сегодня я хочу поговорить на такую тему, как сборка собственных дистрибутивов Linux под определенные hardware и установка в эти дистрибутивы необходимых зависимостей языков, фрейверков и возможно даже целых проектов, которые будут работать только на тех зависимостях, которые в вашем дистрибутиве есть. То есть вы таким образом можете ограничить минимально необходимую работу для вашей железки, то есть у вас есть какой-то hardware, то есть например там та же Raspberry, либо семейство процессоров NXP. Допустим вот буквально пару месяцев назад познакомился с неким таким решением от компании Phytek на чипе IMX8M Plus. Довольно интересное решение и суть следующая. Для того чтобы ваша железка работала у вас есть несколько вариантов. Один из самых распространенных, которые и я использовал до этого, это взять готовый образ, допустим если мы работаем с Raspberry Pi, зайти на Raspberry Pi, взять готовый образ операционной системы на базе Linux, записать это все на SD-карту, SD-карту поставить, развернуть и потом конфигурировать свою как бы малинку, что там нужно будет делать, что-то удалять, что-то еще делать. Ну и оказывается как бы есть, я понимал что он есть, есть правильный вариант, как мне кажется сейчас и это логично. Это заблаговременно, зная на какое железо ты будешь записывать, на каком железе будет работать твоя операционная система, ты можешь убрать необходимые интерфейсы, например устройство работает в местах, где необходимо соблюдать безопасность и вы хотите отключить допустим там порты, вы хотите чтобы на уровне операционной системы у вас некие интерфейсы, к примеру там GPIO, у вас не будет работать, то есть вы полностью вот убираете драйвер и в целом конфигурируете дистрибутив так, что у вас работает только приложение или допустим какая-то часть этого приложения, то есть фактически тоже приложение, но на вашем девайсе. И в этом плане Yocto Project просто сильнейший проект и я если честно восхищаюсь ребятами, я за вот за эти пару месяцев очень много узнал и те вещи которые я раньше делал, я теперь однозначно их делать не буду, потому что когда вы соберете базовый дистрибутив, все остальные конфигурации на базовом дистрибутивы для этой железки будут собираться вами гораздо быстрее. Окей, я сделал небольшой план, по которому мы сделаем следующие вещи. Фактически мы соберем дистрибутив linux, который будет работать на разбрипай, мы возьмем для старта, допустим Raspberry Pi Zero с Wi-Fi, мы соберем ограниченный минимально необходимый, по-моему до 100 метров, даже там метров 70 образ будет весить, не так как, допустим, там полтора гигабайта на сайте Raspberry Pi, необходимые зависимости для работы операционной системы без GUI, допустим только интерфейс, где-то ваша платка, ваша железка стоит в удаленном месте и самое главное, чтобы там был доступ в сеть. И, допустим, это все мы сбилдим через OctoProject, запишем это все, то есть получим наш образ, запишем это все на SD-карту, поставим SD-карту и проверим в реальном времени, как это все запускается, как это все работает и в целом, как вами созданный дистрибутив для разбрипай работает и в него дальше, в будущем вы сможете, допустим, записать какой-то проект с теми зависимостями, которые будут работать вот не больше не меньше, скажем так. То есть у вас есть необходимая операционная система, в этой операционной системе необходимы языки и в проекте, который будет крутиться на вашей малинке, на этой, для проекта, который будет крутиться на этой малинке, есть все то, что вы в дистрибутив засунули. План следующий, то есть нам нужно будет поставить необходимые пакеты в операционную систему, в которой вы будете собирать, то есть есть некие, некие этапы, то есть любую сборку вы будете делать однозначно на машине, которая, ну, логично сильнее, чем тот конечный девайс, на котором вы все это будете тестировать. Далее необходимо будет скачать минимальные необходимые слои для работы с Yachta Project, проконфигурировать, инициализировать и проконфигурировать необходимое окружение и те слои, которые Yachta Project будет использовать, сбилдить образ, соответственно получить этот образ на вашей десктопной машине, этот образ записать на SD-карту, запустить девайс и посмотреть, как это все работает. Вот в целом такой проект. По поводу первого пункта остановлюсь здесь, потому что я немножко в первые дни знакомства с Yachta Project не по правильному пути, скажем так, пошел. То есть я начал ставить это все на свою десктопную машину, хотя, конечно, и окружение там некое я создал, но тем не менее кое-какие пакеты мне просто не нужны, и я даже не хотел их и обновлять, если честно. Вот. Есть три варианта использования, и я пришел со временем к ним. То есть вы можете на свою десктопную машину, на которой вы будете билдить проект, поставить все эти зависимости, все эти пакеты. Пакеты работы с документациями, пакеты, необходимые языки программирования, библиотеки необходимые. Есть второй вариант. Вы можете поставить Oracle VirtualBox Manager, внутри него создать окружение, настройки для этого окружения и поставить операционную систему. Даже такую же, которая стоит на вашей основной машине. В первом случае, если бы вы собирали это все на основной машине под рутом. Третий вариант, который я еще не тестировал, но я о нем уже много читал. Все эти слои зависимости, пакеты можно собирать с помощью докера. То есть у вас есть, допустим, несколько контейнеров. Контейнер, отвечающий за необходимые пакеты библиотеки, языки программирования для работы операционной системы. То есть и сама операционная система, естественно. Далее слои YOKTA, то есть слой для Embedded, слой для Raspberry Pi операционных систем, разбиа насколько я помню. Вот слой POKE, на основе которого YOKTA Project, в принципе, работает. И, соответственно, вам слои дополнительные фрейверки, которые вы хотите поставить. Тензерфлоу, PyTorch, возможно, что-то еще. Вот. И, соответственно, вы можете вот эти три варианта протестировать сами, посмотреть документацию. На YOKTA, кстати, она отлично. Есть такой, они так и назвали его, Мега-мануал. Здесь, в принципе, очень и очень хорошо все расписано относительно дистрибутива, относительно пакетов, которые нужно. Использование там POKE и, в целом, что это такое. Я даже не то, что в одном, даже в нескольких видео все это не по кровью. И мне саму предстоит еще в этом поразбираться серьезно. Вот. Поэтому вы можете выбрать тот путь, который легче вам. Возможно, так окажется, что с докером, в целом, с контейнерами вы довольно давно работаете. И вы сможете на контейнерах это все поднять и, в целом, вот такую аранжировку делать. Я выберу вариант. И, в целом, я его выбрала текущий момент и уже протестировал и несколько образов записывал на Raspberry Pi, на IMX серию процессоров. Я их тестировал, уже запускал. Все работает отлично. И даже сделал не просто зависимости библиотеки и фреймворки. Даже на конечное устройство, на которое я собираю дистрибутив, я записал минимальный сэмпл. Допустим, вот я взял стендерфлоу проект. Он, правда, под другое устройство. Я в дистрибутив, который я собираю, его внедрил. И как только стартовало мое устройство, у меня работал только этот аппликашн. Он по умолчанию начал работать, стартовать. Вот поэтому я разобрался и буду рассказывать на примере Oracle VirtualBox Manager. Поэтому первый шаг, если у вас нету Oracle VirtualBox Manager, идем на сайт VM VirtualBox, то есть гуглец выбиваете, качаете его. Насколько я помню, по-моему, 6.1 версия у меня. Да, 6.1. Окей, VirtualBox Manager у вас есть. Вы его открыли. У меня сейчас 20.04 на десктопе Ubuntu стоит. Там немножко проконфигурирована она, но в целом это один в один Ubuntu. Следующее. Здесь в VirtualBox Manager стоит у вас или нету. Создаете новую машину. Давайте ее назовем, допустим, тип Linux, дистрибутив, который мы будем инсталлировать на виртуальную машину Ubuntu. Место, где это будет. Очень важно, чтобы вы выбрали тот диск, который у вас максимально быстрый. И на котором есть минимум 256 гигабайт свободного пространства. Окей, идем дальше. Здесь вам необходимо будет выбрать RAM. сколько оперативной памяти вы отдадите виртуальной машине, которая будет работать. С чем бы она не работала. У меня здесь на текущей машине 32. Поэтому я вот до оранжевой зоны поставлю, по-моему, там 20, 23, пусть будет 23. Идем дальше. Здесь, да, создаем виртуальный диск. Дальше. Здесь я выбираю виртуальный хард-драйв. Dynamic Located. Важный пункт. Сколько, как много места на хард-драйве изначально, как только вы инициализировали вашу виртуальную машину, вы поставили туда Ubuntu, у вас будет для того, чтобы вы там производили свои операции. Ну, в том числе и самооперационная система. Это же место немножко сожрет. То есть, тут нужно тоже понимать. Для работы с Yocta Project, из моей небольшой практики, по моим экспериментам, я понял, что ниже 150 гигабайт очень и очень мало будет. То есть, вы там сделали один базовый образ, потом вы что-то поменяли, вы хотели перебилдить что-то. Естественно, да, у вас это все будет быстрее происходить, но, тем не менее, ваши точки с образов, которые вы будете создавать, они будут там плодиться. То есть, это не просто, конечно же, новый файл, там будут использоваться и старые базового образа, но, тем не менее, место будет съедаться очень быстро. Поэтому рекомендую 256 гигабайт взять свободного пространства на диске, который вы изначально на первом шаге выбрали, где у вас будет лежать и виртуальная машина ваша. Создаете. Все. На текущий момент вы сделали виртуальную среду, в которой вы сейчас будете ставить операционную систему. То есть, у вас еще нет операционной системы виртуальной машине. Для этого вам нужно зайти в настройки. Первое, что вам нужно будет сделать, это зайти в Storage, в контроллере, вот тут, где диск, такой выбрать. Это фактически симуляция того, что вы вот в дисковод, если вы застали дисководы или DVD или CD, надеюсь, не floppy, выставляете диск с операционной системой и накатываете ее там на свой hard drive. Вы выбираете этот пункт, далее нажимаете здесь и выбираете образ операционной системы, который вы сейчас будете ставить на свою виртуальную машину. Если у вас нет образа, идем на сайт Ubuntu. Если мы Ubuntu ставим, качаете стабильный дистрибутив Linux Ubuntu 20.04, по-моему, сейчас посмотрел. Мы его и будем ставить, я выбираю его, потому что у меня уже скачан. Если нет, вы его качаете, указываете место, указываете здесь, далее. Здесь ошибся, не YouTube, ничего страшного, уже не будем пересоздавать. Так, на этом шаге практически все, да не все. Идем в системы и тот момент, который, как говорится, на эти грабли наступил при сборке первого своего дистрибутива. Процессоры. И я очень рекомендую вам собирать все эти дистрибутивы, в целом билдить проекты под дистрибутивы, когда у вас на десктопе больше, чем одно ядро, один процессор физический и одно ядро для него выделено. Потому что если у вас слабенькая машина, то придется очень и очень долго ждать. Вот, у меня здесь 8 ядер, я ставлю здесь 4. То, что было у меня первый раз, когда я собирал первый базовый образ. У меня этот пункт, прошу прощения, в виртуальной машине он был неактивен. Идем в Linux, ставим виртуализацию, выбираем, чтобы она была доступна. И, соответственно, ваша основная машина, в которой стоит VirtualBox Manager, скажет VirtualBox, что виртуализация доступна и этот ползунок вы сможете уже таскать туда-сюда. Я здесь ставлю 4, но, естественно, пока в зеленой зоне. Для того, чтобы, в принципе, все мои образы и все пакеты собирались гораздо быстрее. И это ощутимо. Так, процессоры здесь выбрали, ядра выбрали, прошу прощения. Storage мы выбрали образ, который мы будем накатывать. Далее, последний этап, который я считаю, что, в принципе, его будет достаточно. Идем в Network и здесь выбираем Bridge Adapter. Зачем? Для того, чтобы ваш роутер в вашей сети увидел новую, как бы, физическую машину, у которой есть сетевой интерфейс и как бы ей нужно выдать IP-адрес. Зачем? Для того, чтобы вы взяли там лэптоп либо через любое доступное устройство по SSH зашли на виртуальную машину, которая как бы физически будет работать. И могли делать абсолютно все манипуляции, как если бы вы там коннектились к инстансу на Амазоне, либо в Google Cloud на ваш инстанс, либо же использовали машину, которая у вас подсоединена к сети и вы работали через SSH. Фактически это будет работать вот так вот. Далее, можете, конечно, выбрать здесь такой опциональный пункт виртуализации USB. Если вы хотите прямо поставить картридер и с виртуальной машины тот образ, который вы собрали, вы хотите его записать. Соответственно, здесь создаете новый некий USB-фильтр, в нем выбираете те вещи, которые вы будете использовать. Но я не буду это делать, поэтому я здесь нажимаю ОК. Почему не буду делать? Я потом по SSH тот образ и тот дистрибутив с проектами и со всеми зависимостями я просто в любой момент по SSH могу стянуть. Ну, 100 метров это вообще ни о чем, допустим, если мы там для малинки. И любым доступной Толзовиной, которая у меня есть под руками, записать на SD-карту там с ноутбука, либо с декстопа, можно так. Ну, если необходимо вам, то можете там физически подойти, там ставить вот эту карточку и прямо внутри вирталбокса в вашей операционной системе записать тот образ, который вы только что сбилдили. Окей, на этом этапе все. У вас есть выбран образ, который вы сейчас записываете. Сейчас я стартую мою машину, виртуальную, которую VirtualBox Manager мне предоставил, которую я проконфигурировал. И происходит сейчас следующий этап. Фактически это аналогичный этап тому, если бы вы свою абсолютно чистую машину, то есть железка, которая у вас стоит, вы поставили в диск, либо флешку, образ и вы записываете, то есть устанавливаете операционную систему. Вот как это фактически происходит. Но я не буду экспорт по VirtualBox Manager проводить, я как бы не суперкомпетентен в этом плане и в целом документации полно в этом плане. Так, здесь мы инсталируем нашу операционную систему. Здесь я не буду прям рассказывать, что я нажимаю и так далее. Штука в том, что я уверен, что если вы это видео смотрите, операционную систему вы точно устанавливали. Поэтому все будет абсолютно типично. Просто вы будете вот в таком небольшом окошечке, то есть все это свернете и как будто вот у вас это экран ваш. И вы это все видите в маленьком окошке. Поэтому я сейчас приостановлюсь, для вас это будет мгновение, но для меня какое-то время займет для того, чтобы я это все поставил. Окей, вернемся через небольшую паузу. Так, продолжаем. Система у меня стоит уже. Я сейчас проапдейтил ее, апдейт, апгрейт. И нужно будет следующим этапом, для того, чтобы мы могли получить доступ через SSH, поставить SSH клиент в нашу виртуальную машину. Соответственно, вы можете, конечно, проверить, проапдейтиться или даже на стадии инсталляции вашей Ubuntu указать, чтобы сразу проапдейтилось, поставило необходимые пакеты. Но я выбрал минимальную версию, только с браузером Ubuntu. И поэтому у меня, скорее всего, SSH клиента просто не было. Так, сейчас громко здесь прикручу. В принципе, можно здесь даже отрубить ее. Ладно, пусть будет. Так, пока здесь апдейтится, к плану к нашему вернемся. Нужно будет поставить пакеты необходимые. Смотрите, вот эти все пакеты, которые я себе здесь собрал, на самом деле, это не я их придумал, естественно. Они есть в мега-мануале, который YOKTA Project предоставил на своем сайте. Поэтому все эти вещи, связанные с настройкой пакетов для того, чтобы вы билдили в будущем любой дистрибутив, собирали, вернее, дистрибутив, билдили любой проект под окружением, которое вы создали, вам необходимо будет вот сюда зайти и, в принципе, погрузиться. На самом деле, здесь полчасика, может быть, даже гораздо меньше времени хватит, чтобы разобраться с основными вещами. Для Ubuntu, для Debian, для большинства операционных систем на базе Linux, основных дистрибутивов на базе Linux, в принципе, все эти вещи в YOKTA Mega-мега-мануале, они есть. Окей, дальше, что у нас здесь? Так, это все мы поставили. Дальше нам нужно будет IP-адрес наш. Вот он. Это я все посворачиваю, чтобы не мешало. Да, единственное, смотрите, почему-то не работает AuthorSize. Я пытался его починить, но на самом деле нам GUI буквально через несколько минут уже не потребуется. Мы будем уже работать на своем десктопе, либо на лэптопе через SSH по адресу, который виртуальная машина нам сгенерила. Ну, соответственно, роутер такой адрес выдал этой виртуальной машине, якобы она физическая. Так, нам нужно будет сейчас поставить, я нашел, по-моему, приинстал OpenSSH клиент. Нужно будет его поставить, потому что он не знает. Так, есть, я разобрался. Нужно было запустить сервис, перезапустить сервис и в целом открыть 22-й порт. В принципе, по такому быстрому пути пошел, загуглил просто с чем-то связано. Я думаю, что изначально я выбрал путь поставить систему на виртуальную машину, максимально урезанную Ubuntu. То есть, я выбрал там минимальную версию, поэтому все обновления и в том числе SSH сервер не работал. Все, смотрите. Я законнектился. Сейчас давайте расконнектчусь. То есть, на виртуальной машине я смотрю, какой мой адрес. Вот, допустим, роутер выделил 33-й IP. Соответственно, SSH, имя пользователя, который вы выбрали при инсталляции вашей Ubuntu, там, либо какого-то другого дистрибутива. IP-адрес, который роутер вам выдал в виртуальной машине. И, в принципе, коннектитесь. Далее пароль, который вы устанавливали. Все, вы, в принципе, здесь уже. То есть, вам оболочка вот эта вообще не нужна. То есть, ее скрываете и все, работаете через... С вашего лэптопа, либо же какого-нибудь другого устройства, где у вас есть возможность, в принципе, ставить какие-либо пакеты. Дальше, что нужно будет сделать? Идем по плану, все, у вас есть доступ к машине, вы ее настроили, теперь создаете окружение, и в этом окружении вы будете работать для того, чтобы делать дистрибутивы, билдить какие-то пакеты особые, библиотеки. Поэтому, в принципе, давайте начнем... Так, пакеты основные доставили. Давайте тогда... Ага, вот эти мы находимся. Окей. Нам нужно будет создать директорию... Далее, sources. И, соответственно, нам нужно будет... Сources перейти. И давайте клоним тогда сразу же POKI. Следующий... Мета разбрипай. Свой. Вот все то, что... Вот здесь написано, это часть мега-мануала. Это... Мета-МБДД, по-моему, на... В репозитории YOKTA я нашел эту часть. Она необходима в целом для работы основного ядра Linux под МБДД устройство. И в целом, по-моему, это все репозитории, которые нужны... Даже, в принципе, вот этих два достаточно будет для того, чтобы вы основное ядро собрали. Так. Поки пока... Ну да, там будет прилично. В принципе, здесь скорость хорошая. Сейчас оно все посчитает. Есть. Далее стягиваем раз-бриппай. Там гораздо меньше. И вот это. Оп, они будут. Ну вот, POKI. В принципе, можно зайти в About и посмотреть вот... А, сейчас даже в OpenEmbedded... А, сейчас даже в OpenEmbedded... Далее нам нужно будет инициализировать окружение. Следующим этапом нам нужно будет конфигурацию BB Layers сделать. Вот как раз там мы пропишем, что войдет в финальный пакет, в финальный имидж, образ, который мы запишем на нашу карточку. Да, единственное, здесь по поводу директории нужно будет посмотреть. В принципе, так будет работать, да. Так, OpenEmbedded есть. Проверяем. У нас три папки. MetaEmbedded, MetaRasbrePay и POKI. В принципе, вот эти все вещи мы как раз и будем встраивать сюда. Хорошо. Следующим этапом нам нужно будет инициализацию сделать. Здесь точка Source, значит нам нужно будет выйти выше. Есть. Далее нам нужно будет NanoConfigPayPlayer. Здесь только конфиг. Кстати, в конфиге у нас вот такие вот вещи. Это LocalConfig, это там, где мы будем прописывать машину, то есть устройство, имя устройства, под которым будем собирать наш дистрибутив. И, по-моему, там память, ограничения по памяти и такие вот вещи. Сейчас откроем, посмотрим все это вещи. Все это дело. Давайте вернемся назад. Нам нужно будет NanoVim здесь, в принципе, тоже есть. Так, смотрите. В принципе, он уже проставил, но мне кажется, вот из того, что я там смотрел в регистраторе, в этом YOKTA, то, что они мне давали. TopTier, Touché. Ну, в принципе, можем только то, что нам операционная система Ubuntu. При инициализации создала, мы можем это все просто вот таким образом. Так, MetaPoke. Так, все это прописали. Не забываем, да, за лишние знаки, потому что вот на основе вот этих конфигов, в принципе, все это работает. Так, нам нужен PokeMeta, Carnivoy, Meta, YOKTA BSP, Meta Raspberry Pi, OpenEmbedded, Multimedia, Network, Networking и Python. Так, здесь лишние. Все. Это мы сохраняем. Далее нам нужно будет проконфигировать Local. И здесь, вот, кстати, будут прописаны машины по умолчанию. По-моему, вот это комментируем. Здесь добавляем строку. И сюда Raspberry Pi Zero нашу вписываем. Wi-Fi. Так, дальше нам тут дистрибутив Poke пусть использует. Так, и здесь, по-моему, все по умолчанию. Для Raspberry Pi, в принципе, все заведется и будет работать. Да, все отлично. Здесь самое главное, вот здесь прописали. Да, кстати, как вот это имя, где его искать? На том же сайте YOKTA, либо в репозитории YOKTA, там, где, в принципе, все метаслои. Вы можете понять, вот, если по Raspberry Pi вобьете, под какие версии, какая переменная, как она выглядит, как она должна называться точно. Под какую железку. Все. Этот файлик конфиг мы тоже сохраняем. И все, в принципе, мы можем собирать. Смотрите, какая штука. Если вы соберете Core Image SATA, у вас соберется дистрибутив с GUI, то есть у вас там будет интерфейс, работать будет курсор мышки, у вас будет оболочка, соответственно, ну, сборка будет, конечно, гораздо дольше длиться. Мы сейчас соберем базовую версию Core Image Base, то есть, по сути, вот BitBake. И дальше тот вид дистрибутива, минимально для работы которого вот эти вещи, которые мы прописали в плане слоев, они нам будут нужны. То есть, получится вот у нас минимальная версия операционной системы Raspberry Pi, с ядром Linux, и вот с теми слоями, которые мы указывали, мультимедиа, нетворкинг, чтобы у нас сеть работала, чтобы у нас там интерфейс в виде звуковой карты нашей, все эти вещи работали. Но оболочки у нас не будет, мы через командную строку проверим, как работает наша операционная система. Нажимаем BitBake Code Image Base и сейчас партятся все вот эти рецепты, вот эти все слои и в каждой папке сорса есть некие BitBake файлы, вот эти конфигурационные, они называются в Йопта рецептами. То есть, на основе вот этих рецептов, вот эта вся кухня, как бы это ни звучало, но она вот так работает. Сейчас это все партится, далее BitBake находит localconfig и BitBake config, тот, который мы изначально прописали. Хотя, наверное, BitBake Layers он первый находит, потому что он смотрит, где и что он будет из этого всего брать, ставить, а потом local, для чего он это все будет запекать, скажем так. И таким образом у вас начинается сборка дистрибутива, который вы вот только что проконфигурировали. Пока сейчас партинг идет, мы не будем дожидаться этого всего дела. Я сделаю паузу, и мы получим уже готовый архив. я его запишу на SD-карточку и мы протестируем, как будет работать наш дистрибутив. Ну, может быть, даже быстрее. Ну, около часа однозначно будет базовый ORAC собираться, потом все те вещи, которые вы будете для этого же девайса создавать, например, вы хотите поставить фреймворк TensorFlow, залить какой-то сэмпл, например, там распознавание каких-то объектов, распознавание лиц, элементарно там считывать маски и что-то делать потом. И вы вот этот пакет, то есть склонировали репозиторий с проектом, у вас есть уже также базовый образ с фреймворком, допустим, тем же TensorFlow или PyTorch. И вы хотите стартовать вашу малинку сразу же с этого проекта. И вы собираете только те слои, которые вам будут нужны. Например, там мета-нетворкинг вам не нужен будет. Например, вы не будете работать по SSH, вы не будете работать в целом, там вам не нужен Wi-Fi будет и так далее. Допустим, там слой, связанный с мультимедией, там воспроизведет звук, видео, у вас не будет, допустим, GUI интерфейс, в целом интерфейса не будет для взаимодействия с малинкой. Вам тоже этот слой не нужен будет. Соответственно, таким образом вы готовите вот эти рецепты, у вас есть эти рецепты приготовления и сейчас готовится вот финальное, скажем так, блюдо того, что вы запишите вот на ваш конечное устройство и оно будет работать. Вот, здесь я останавливаюсь, ну, скажем так, делаю паузу, только закончится сборка, я возьму этот архив, распакую, заберу оттуда викфайл, викфайл запишу на SD-карту, SD-карту поставлю в малинку и запущу ее вот прямо на мониторе, я камеру постараюсь развернуть, потому что у нас там будет интерфейс терминала в Raspberry Pi, не хотелось бы ничего ставить дополнительно, чтобы захват экрана делать, поэтому запишу, покажу, как это все стартует и все это работает. Так, продолжаем. Я стянул образ, у меня, в принципе, есть еще образы, которые я немножко раньше собирал. Сейчас я записал все это на SD-карточку. Процедура следующая. Вам нужно будет первое отформатить, понятное дело, карту, далее вы ее делаете U-mount, это то есть вы ее размоунтите, скажем так, если правильно назвать, то есть вы у вас по умолчанию SD-карта в Ubuntu, как только вы поставите, она сразу же принимает вид диска и она активна, поэтому вам нужно будет ее деактивировать, далее есть такая команда DD, через if-равно вы указываете файл, тот, который вы будете записывать на SD-карточку. Вот, я уже его записал, вот моя SD-карта, давайте я сейчас переключу на вот такую картинку, ставим нашу SD-карточку в малинку, далее ставим через переходник, допустим, монитор, ну, для того, чтобы мы могли это все визуально лицезреть, вот, что нам следующее нужно, нам нужно будет клавиатуру и мышку, вот я сейчас через радиомодуль это все подключу, и нам нужно будет подать питание на на малинку, так, я возьму литий-ионные батарейки есть, у меня здесь выводы на 5 вольт, на 3 вольта есть готовые, и есть переключатель питания, чтобы я смог это все переключить, я знаю GPIO, что вот этот пин у нас ground, а эти два у нас плюс 5, окей, подключили, я включаю, подаю питание, перевожу монитор на разберри пай, и тот дистрибутив, который мы собрали, запускается, я сейчас возьму клавиатуру, вот, в принципе, вот, в принципе, вот, в принципе, мы собрали дистрибутив, как видите, YOKTA PROJECT, что был собран из дистрибутива POKE, Raspberry Pi, ZER, Wi-Fi, то, что, в принципе, мы собирали, мы сейчас под ROOT, Пароль по умолчанию, по-моему, тоже ROOT, но здесь я, вот видите, залогинился, сразу просто ROOT ввел, и уже все есть, PWD, вот, HOME, ROOT, где мы находимся, все команды, допустим, там MKDIR TEST, далее мы в этот тест перейдем, все, в принципе, здесь есть, можем выйти выше, вот, в принципе, мы только что базово разобрались, каким образом нам у нас есть возможность с помощью такого проекта, как YOKTA, и с помощью слоев собрать вот такой проект, дистрибутив в виде проекта, который весит, ну, очень-очень мало и работает максимально на вашу пользу, для того, чтобы все проекты, которые вы билдили, они работали на вашем проекте. Так, здесь я вырубаю ее и, в принципе, все. мониторчик у меня немножко устаревший, прошу прощения, долго думает при переключении сигнала. Вот, в целом, в принципе, таким образом вы сможете создавать, собственно, дистрибутивы, используя YOKTA project, используя слои, которые вы в дистрибутив поместите и, невозможно, скорее всего, к этому в рано и пользу придете, будете билдить под каждую железяку, под каждую плату тот проект, который вы, допустим, в мир в продакшн выпускаете. Соответственно, там, ML проект, что для ML проекта нужно, у нас нарисовали для себя картину, сделали то, необходимое, что вам нужно будет для работы на этом устройстве, сбилдили проект и, в принципе, получили готовый дистрибутив, который записали потом на флешку, поставили в устройство, либо же вы через другие тузовины, прямо на EMMC памяти этого устройства все это записали. Окей, вот, в принципе, как это все в целом работает. Надеюсь, базово было понятно, визуально, может быть, я еще показал, подкрепил это все дело. Надеюсь, вам понравилось, буду рад новым подпискам. Всем спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,